Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сад для души. Весна уже прочно вошла в наши сады. Вот можете видеть, на заднем флане цветет форзиция сквозь ветки боярышника. Правда, не знаю, насколько вам это видно, но зрелище необыкновенное. На канале есть сюжет про цветение, посадку и ход форзиции. А сегодня мы поговорим с вами о том, как ухаживать за рододендронами. Ну, на примере вечно зеленых, ранней весной, после схода снега и в дальнейшем. Вот, посмотрите, у меня такая сейчас панорама. Частично открыты еще кусты, все, еще нетканка лежит. Здесь были короба на них надеты. Слышите, лягушка тоже весну почувствовала. Были надеты на них короба. Короба сняли, но нетканку пока не убирают, даже еще не развязывая. Вот они все связаны, потому что еще обещают заморозки. Кстати, на случай заморозков надо будет, когда будет температура всего лишь плюс один, опрыскать просто водой по листве, по почкам цветочным. Образуется такой купол изо льда и предохраняет это наши бутоны растения от заморозков. Вот, посмотрите, они все здесь с бутонами. Вот они. Каждый побег заканчивается бутоном. Цветение тоже буду показывать. Остальные рододендроны, большую часть, он, наверное, выложил либо ВКонтакте, в Одноклассниках, либо в Инстаграм. Заходите, тоже покажу их. Итак, вот сняла короб. И вот так вот куст, как он есть. Что делаем дальше? У меня было основание засыпано сухой листвой. Листвой я отгребаю. Полностью, потому что если потом пройдет дождь, останется хотя бы несколько листьев на стволах, она будет преть, загнивать. Поэтому я полностью убираю листву. Листву не выбрасываю, ни в коем случае не сжигаю. Можно будет ее, несколько вариантов, значит, сделать компост быстрый, напихать в черный мешок из-под мусора плотно, залить горячей водой, тоже рассказывала. Положить в компост. Или я вот сейчас делаю теплые грядки и наполняю грядки слоями, делаю с навозом конским, компостом, перемешиваю. То есть все идет в дело. А можно, кстати говоря, вот они здесь отлично сохранились, эти листья. Я, например, кленовые листья, если у кого-то есть дубовые, и это ценность, редкость, потому что не встретишь так часто дубовые листья у нас в лесах. Я собираю, просто использую на следующий год. То есть вот пока они сухие, собираю в мешок и убираю в сарай. Итак, вот мы раскрыли наш рдодендрон. Дальше у меня здесь смесь. Это компост, сосновая хвоя и мокспагнум. Чуть больше компоста и остального. Вот так вот перемешиваю все. У меня тут даже сосновые шишечки. Вот, кстати, удобно очень захватить с собой по дороге с дачи или на дачу тяпочку и мешочек, и остановиться в сосновом лесу. У меня маленький такой фрагмент леса есть, где сосны. И набрать сосновые иголочки. Дальше. Есть удобрение. Очень хорошее. У меня здесь для гортензий, но оно и для рдодендронов подходит. Экостайл или покон. Очень классное удобрение я вношу где-то на куст. Переусердствовать тоже не нужно. Вот столько пока. Равномерно вот так разбрасываю. И, кстати, да, хочу сказать по поводу удобрения вот этого, что не панацея-то совершенно. И использую я всего лишь третий год. Да, мне нравится эффект. Он хороший. Поконовские вообще удобрения очень хорошие. Но стоят они тоже соответствующе. Но раньше, около 12 лет они у меня уже, и не пользовалась я никакими удобрениями. Лучше, чем вот смеси компоста с сосновыми иголками и мхом ничего нет. Поэтому не думайте, что, а, вот там, да, дорогое удобрение, поэтому все растет. Нет, есть хорошо, нет, тоже хорошо. И дальше я закрываю. Помните, что ни в коем случае землю вот там рыхлить нельзя около ствола. Вот корневую систему, она поверхностная у этих растений. Поэтому дальше я просто раскладываю вот смесь вокруг куста. Можно, кстати, сверху будет вообще закрыть сосновыми иголками или мхом. Мох я предпочитаю все-таки чуть-чуть мешать с компостом, потому что он может разлетаться, когда высыхает вот в жару. Вот. Мы будем поливать. Будут идти дожди. И вот эти вот все питательные элементы, которые есть в компосте, будут отлично питать корневую систему. Но это, на самом деле, вот второй этап. Первый, как только вот у меня, я говорю, только я отсюда сняла краба, остальные все еще в крабах стоят, только я приоткрываю крышку, и я опрыскиваю на литр воды одну-две капли любого стимулятора роста, ну, как обычный, пин, циркон, НВ-101. То есть, обязательно, это что касается вечно зеленых рододендронов, потому что листики после зимы нужно питать, им необходима влага, потому что они вечно зеленые, они у нас зимуют. А корневая система еще во льду и не тянут влагу, поэтому нужно вот через опрыскивание их питать. Но есть два варианта. Вот либо в опрыскиватель, либо в лейку. Мне он даже нравится больше в лейку. И вот так вот я, душ такой, теплая вода у меня, припасла я дождевую воду для моих питомцев. Вот так вот их поливаем, обязательно хорошо смачиваем. Это обязательная процедура для вечно зеленых рододендронов. Ранней весной, как только вы приоткрыли, не сняли еще укрытие, а приоткрыли, нужно увлажнять крону. Вот сколько раз в день я буду проходить мимо них, вот будет высыхать влага на листиках, я буду увлажнять. Я даже ставлю опрыскиватель рядом и прохожу мимо, и опрыскиваю. Чем чаще, тем лучше. Эффект будет совершенно потрясающий, потому что нуждаются они в таком вот увлажнении. Это вот первая процедура. То есть опрыскиваем и опрыскиваем. Где-то вот раз в день я из лейки поливаю, обязательно, кстати, и по кроне, и поливаю корневую систему, потому что сейчас, вот в апреле, кстати, нет дождей, давно не было в Подмосковье, и нужно поливать растения. И заодно увлажняются и листья. И так я буду делать, вот дождей не будет каждый день до того момента, как начнется цветение. Вот, в принципе, все, что касается ухода за ордодендрами, вечно зелеными, с листопадными, то же самое. Вот у меня там азалии получили зеленые. Кстати, полувечно зеленые азалии, ордодендрные, не пугайтесь, кто первый год высаживает, вы когда их откроете, они будут без листьев. Это не значит, что они погибли. Они поэтому и полувечно зеленые, что они сбрасывают листья, даже, я бы сказала, зимой, потому что я их закрываю вот в начале ноября с листьями, а открываю, уже одни палочки. Зацветают без листьев, и вот к концу цветения у них появляются новые листики. Поэтому все с вашими растениями в порядке. За листопадными точно такой же уход, только их не нужно, конечно, увлажнять. Наполиваем каждый день, пока нет дождей. Помним о том, что корни на поверхности и очень быстро пересыхает почва. Вот и все, что я вам хотела сказать за весенним уходом за ордодендрами. Кстати, вот это опрыскивание, оно актуально в течение всего сезона, всего лета. Как отцветут, они также нуждаются в увлажнении. Даже можно поставить миски с водой, расставить. И поливать методом дождевания все время, потому что особенно в жару у них нуждаются листва. А в этом самом увлажнении это самый вообще залог успеха. Поздравляю вас с наступившей Пасхой. Желаю всего самого лучшего. Христос Воскресе. Пока.